Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем видео я покажу и расскажу, как можно подключать и отключать ZigBee датчики к круглым шлюзам Акара и Xiaomi. Данное видео будет актуально в первую очередь для тех, кто использует альтернативные системы управления и не связан никаким образом с отсутствием или присутствием связи с китайскими серверами и наличию интернет в принципе. Для того, чтобы подключать и отключать датчики, нам нужен только шлюз, который заранее при помощи приложения Mi Home уже заведен в вашу локальную сеть. На данный момент к этому шлюзу Акара не подключено ни одного устройства. Вот показываю, специально отключил все устройства. Здесь абсолютно пусто. Для того, чтобы добавить устройство без помощи приложения, как я уже сказал, шлюз необходимо перевести в режим сопряжения. Для этого нужно нажать три раза на кнопку. Эта фраза означает «пожалуйста, подключите устройство». Подключать мы будем беспроводную кнопку Акара. В принципе, можно подключать что угодно. Принцип подключения у всех устройств похожий. Для сопряжения с шлюзом необходимо зажать и подержать кнопку, пока три раза не моргнет светодиод. Все, устройство подключено. И проверить связь очень легко. Достаточно один раз нажать на кнопку. Соединение нормальное. Эта фраза так переводится с китайского. Кстати, при помощи такой нехитрой операции, вы можете всегда убедиться, есть ли связь между датчиком и шлюзом. Что особенно актуально, когда вы датчик уносите куда-то далеко и наверняка не знаете, будет ли он пробивать от шлюза к датчику. Будет ли между ними двусторонняя связь. И тем самым вы убеждаетесь, что связь есть. И, в принципе, таким же самым образом можно и удалить устройство от шлюза. Просто зажать кнопку на тех же пять секунд. Все. Кнопка уже соединена. Связи между дни и шлюзом нет. Можем проверить. Нажимаем. Никаких действий не происходит. Что касается появления этого устройства в системах. В Mi Home он появится в течение 3-5 минут в зависимости от связи с интернетом. Но, опять же, как я говорил, для Mi Home этот способ, в принципе, особенно не актуальный. Если вы все равно все автоматизации заводите там. В альтернативных системах устройство появится практически мгновенно после того, как вы его так завели. При этом интернет не обязателен для этого. Вы можете подключать и отключать датчики и без интернета. Если вы устройство удалили, то, естественно, оно мгновенно пропадет. Более интересной является ситуация, когда вы переносите устройство между разными шлюзами. Например, если вы купили новый шлюз и часть датчиков переводите на него. Ну, либо мигрируете каким-то образом в систему. Если говорить о системе Home Assistant, то после того, как вы перенесли датчик с одного шлюза на другой, автоматизации переписывать не нужно. Идентификатор устройства останется точно такой же. Единственное, после всех этих переносов, саму систему Home Assistant необходимо будет перезагрузить. Потому что иначе она будет все еще пытаться получать сигналы от датчика, который, по ее мнению, будет привязан к другому шлюзу. Быстрее всего просто перезагрузили и все будет работать нормально. Ничего переписывать не надо. Данный способ лично мной испробован уже не один десяток раз, так как у меня в системе этот шлюз уже пятый. Я часто переношу устройства между шлюзами, что позволяет мне равномерно, во-первых, их распределить, а во-вторых, расположить, подключить устройство к ближайшему от них шлюзу. Так просто лучше связь. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Если у вас остались вопросы, задавайте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее.